Всем, с вами Редмитрий Ророшенко, поговорим об изменениях в законах, значит, нормативно-правахах с сентября 2024 года в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лид без гражданства, которые пребывают, проживают на территории Российской Федерации или за ее пределами. И также с сентября 2024 года в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лид без гражданства, которые пребывают, проживают на территории Российской Федерации или за ее пределами. И также, что касается новых изменений законов пенсионного обеспечения. Значит, на повышение пенсии имеют право рассчитывать граждане России и иностранцы, имеющие вид на жительство. Размер фиксированной выплаты увеличивается всем пожилым лицам, которые достигли 80 лет. Значит, в данном случае повышение происходит в беззаявительном порядке. На повышение также могут рассчитывать пенсионеры первой группы, чернобыльцы и другие категории. Также на отбавки к пенсии могут получить те пенсионеры, у которых на иждивении находятся близкие родственники. То есть, это треть фиксированной выплаты на каждую иждивенцию первого, второго. Значит, если более, значит, три и более, то, соответственно, 100% фиксированной выплаты. Те, кто недавно уволился, также имеют право рассчитывать на индексацию, либо те, кто представил какие-то дополнения, новые документы по учету стажа, трудового стажа. Значит, те, кто в июле уволились, с августа СОС-фонд вынесет решение об индексации, соответственно, в час за июль августа уже будет проиндексирован, вы получите пенсию в сентябре уже, значит, с новой доплатой за июль-август. Также, например, вы уволились 20 июля, пенсия с учетом индексации вам полагается с 1 июля, соответственно, уже будет проиндексирована, и вы, как неработающий пенсионер, уже будете получать индексированную пенсию. Также на доплату их можно рассчитывать в случае районного коэффициента, то есть это район Крайнего Севера и приравный в местностях. Обращаю внимание, что вот эти все, значит, инициативы с индексацией принят уже в федеральный закон, и с 1 февраля 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсии работающим пенсионерам. Тем самым работающие и неработающие пенсионеры имеют право на индексацию, в данном случае именно работающие с 1 февраля 2025 года. По существу тут закона, как по мнению, разбор был опубликован в московском комсомольце, и есть определенные варианты индексации на этот счет, то есть мнение. Значит, индексация пенсии данной категории граждан будет осуществляться, исходя из начисленной суммы, которая была бы положена пенсионеру, если бы 2016 года, в данном случае, индексировалась ежегодно его пенсия. Напомню, что 2016 года у нас действует мораторий на индексацию пенсии для работающих пенсионерам, которая будет отменена 1 февраля 2025 года. Таким образом, если в 2015 году у вас пенсия была, например, 20 тысяч рублей, то с учетом индексации сейчас она была бы в районе 37 тысяч копейками. Поэтому, если предположить, что инфляция общая за 2024 год составит 8%, то именно этот уровень будет прииндексирован, значит, на этот уровень будет прииндексирована пенсия. Соответственно, работающий пенсионер получит 2900 с копейками рублей индексации и сумма пенсии составит 22 971 рубль. То есть не 37 тысяч и еще плюс индексация, а та пенсия, которая была в 2015 году, к ней будет добавлена вот эта вот индексация на ту пенсию, которую бы вы получали с учетом индексации. Вот пока такая схема. Соответственно, полную пенсию можно будет получить, если вы прекратите, опять же, осуществлять трудовую деятельность. То есть нужно будет уволиться, получить полную индексацию, полную пенсию, потом опять заново, например, трудоустроиться и уже как работающий пенсионер будет вам индексироваться вот уже новые фактически проиндексированные пенсии. Вот такая, например, схема. Также обращая внимание иностранных граждан, уже граждан России, вновь принятых, у кого есть вид на жительство, правительство одобрило законопроект Минтруда, включение в страховой стаж граждан Российской Федерации, в данном случае и должно быть имеющих вид на жительство, для осуществления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до начала СВО. И по военным пенсионерам, с 1 октября 2024 года военным пенсионерам будет проиндексирована пенсия на 5,1%. Средний размер пенсии, значит, по мнению Антона Силуанова, составит 41 600 рублей. Вот, в принципе, такая информация. Это то, что касается пенсионного обеспечения. Напомню, что если есть какие-то вопросы со страховым стажем, не назначают пенсию, отсутствие баллов и так далее, то здесь каждый откажется насмотреть индивидуально, а так это перспектива судебного спора. Ну, вот пока, в принципе, такие итоги, значит, тех, кто получает страховую пенсию, социальную пенсию, пока в сентябре индексация не планируется. Сверхурочная работа по трудовым спорам, трудовым вопросам оплачивается будет в сентябре, исходя из размера заработной платы, с учетом всех компенсатов, стимулирующих выплат, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, последующие часы не менее чем в двойном размере. Если локальным актом что-то предусмотрено иной или трудовым договором, то, соответственно, будет более высокая оплата своих урочных рабов, которая будет предусмотрена данными актами трудовым договором. Тех, кто заключил трудовой договор с организацией, которая расположена в районах Крайнего Севера, приравненными к ним местностям и призваны на военную службу по мобилизации или заключивших контракт, имеют право рассчитывать на компенсации, на оплату один раз в два года за счет средств работодателя, стоимости проезда, права за багажа в пределах территории Российской Федерации. Соответственно, если не воспользовались данными правами в связи с приостановлением трудового договора, призывом на мобилизацию или заключением контракта, то вы можете им воспользоваться из расчета один раз в два года за период приостановления трудового договора уже после того, как вы возобновите трудовую деятельность. По квоту по трудоустройству инвалидов, что же нас ждет в сентябре. По новым правилам число работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, будет рассчитываться работодателям каждый квартал до 10 числа следующего месяца за квартал, исходя из средней численности работников за предыдущий квартал. При этом не учитываются работники представительств, филиалов в других регионах, а также кто работает во вредных, опасных условиях труда. Те работодатели, у которых численность работников выше 35 человек, нормативным правомактом субъекта Российской Федерации устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4%. Считается, это фактически затрагивает граждане Российской Федерации от средней списочной численности работников при трудоустройстве. Трудовой кодекс Российской Федерации уточняет, что работник-инвалид нужно представлять не менее 30 календарных дней ежегодно оплачиваемого отпуска. Именно в трудовой кодекс должны внести изменения, и эти изменения вступить в сентябре. Сейчас это условие закреплено в законе о защите инвалидов. В трудовом кодексе такого количества отпуска не зафиксировали. Иски, связанные с социальными выплатами, например, инвалидам, льготами, материнством, детством и так далее, различные те, кто кому отказывают, могут предъявлять, соответственно, в суд по месту жительства ИСЦА. С 1 сентября также те, кто является взыскателем, прежде чем подать заявление на выдачу судебного приказа, должны сначала направить копию с приложениями документов в адрес должника и приложить почту уведомления к заявлению, которое вы подаете в суд о том, что вы направили, соответственно, такое заявление, в данном случае, должнику. За счет этого, опять же, у должника будет время для того, чтобы подготовиться и какие-то принять досудебные меры для выгодирования вопроса с заявителем. Кроме того, появится дополнительное основание для возвращения взыскателя заявления о выдаче судебного приказа, то есть, опять же, если он не выполнит эти условия, подтверждение предварительного уведомления должника. С 5 до 10 дней увеличиваются сроки, на которых может быть отложено составление мотивированного решения суда, в том числе мирового судья, также и срок вынесения судебного приказа. В мотивированном решении, апелляции, касации, определениях должна быть указана, соответственно, дата их изготовления. Замечания на протокол, которые представлены в суд по истечении пятидневного срока без заявления о ходатайстве о восстановлении пропущенного срока судом не будут рассмотрены. Также предельный размер требований о взыскании денежных средств или обостребовании имущества, а также о признании права собственности, по которым дела рассматриваются в порядке упрощенного производства, увеличивается со 100 тысяч до 250 тысяч рублей. В сентябре месяце вводится новый порядок регулирования деятельности искусствоводов, переводчиков, гедов. Теперь должна быть у них аттестация на 5 лет, это в принципе и было ранее. В услуге по очной форме оказывается основание договора и информация на бейджике с QR-кодом, чтобы подтвердить их деятельность сведения в реестре. В сентябре месяце операторы платных дорог должны будут информировать водителя о штрафах через госуслуги, соответственно, там будет также скидка на штрафы 50% на задолженность по оплате проезда. И видеокамеры дороги, значит, на текущий момент есть определенные вопросы, разные истории на этот счет. Значит, определены допустимые места, где будут устанавливаться стационарные и передвижные видеокамеры. Это пешеходные переходы, перекрестки и так далее. То есть размещаются они в одном направлении, на расстоянии не ближе, чем 1 км друг от друга, это в населенных пунктах, и 5 км друг от друга в ненаселенных пунктах. Участники дорожного движения, соответственно, должны получать информацию о местах размещения и о тех сведениях по этих камерах, то есть о видах фиксирующих нарушений. В сентябре месяце на портале госуслуг можно будет отозвать сертификат на электронную подпись, которая выдана всеми удостоверяющим центром. Например, вы поменяли фамилию или утеряли, соответственно, флешку и так далее. Также в сентябре месяце 24 года начнут действовать правила, собираются на которые образовательные организации, школы, вузы, техникумы, колледжи смогут проводить образовательные программы, деятельность с применением электронного обучения, дистанционно-образовательных, в данном случае услуг, технологий и так далее. То есть обучение дистанционно возможное. Если вы хотите отказаться, вам придется написать соответствующее заявление. Прием заявок на обучение в первом классе у нас две волны, напомню, с 1 апреля по 30 июня и далее уже у нас 6 июля по 5 сентября имеют право подать заявки абсолютно в любую школу, все желающие, те, кто не успел или по кем-то причинам не смогут это сделать с 1 апреля по 30 июня. Например, не по месту жительства. И поездки в такси у нас 1 сентября подорожают, потому что перевозчики, значит, тех, кто занимается перевозками, будут обязаны покупать новый вид страховки, полис обязательного страхования, гражданской ответственности перевозчика. И еще раз вернемся к образовательной деятельности. Значит, учитель ОБЖ с 1 сентября будет именоваться как преподаватель организации, значит, организатор основы безопасности и защиты родины. И также появятся у нас уроки семьи в Вене. Это вот что касается общей информации по законам в сентябре месяце. Достаточно большой блок, еще есть различные уточнения на этот счет, в Телеграме есть отдельные посты по каждому моменту, кому интересно, подключайтесь, да, и неизвестно, что будет с видобом и с другими соцсетями. Мы там всегда на связи. Теперь по миграционным вопросам. Значит, по факту рассмотрения РВПО, РВП, ВНЖ и гражданства в целом пока особо ничего не меняется. Заявления остаются без изменений, их формы. Есть ряд определенных сложностей при подаче, например, на ВНЖ, если вы зарегистрированы по месту пребывания и месту жительства со своим родственником в разных регионах. Здесь не берут. Также у нас сложностей с подачей на РВП по браку, если нет двух лет, на ВНЖ и по детям, если не в браке ребенок. То есть это как бы такие моменты, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, значит, за пределами России у нас гражданство оформить нельзя, тоже здесь без изменений. Есть инициативы по оформлению вид на жительство. В первом чтении одобрены. Надеемся, что сейчас также за период этой весенней сессии будет одобрен закон о вид на жительство для репатриантов. То есть возможность подать, а получить уже на территории Российской Федерации на основании мета-свидетельствования и так далее. Пока это только проект закона, поэтому репатрианты имеют право подать на РВП или сразу на гражданство минуя РВП. В принципе, это вот прописано в законе. Или на вид на жительство, но должен быть РВП, и вы должны прожить не менее 8 месяцев с РВП. То есть это общий порядок, но и другая история. Кроме того, в первом чтении у нас одобрен вид на жительство по близким родственникам по восходящей линии, рожденных в СССР, границ современной России. Помните давнишнее обращение, много об этом говорили. Вот в первом чтении принято. Я надеюсь, что в весеннюю сессию данное основание одобрит, оно появится в статье 8. Также у нас фактически закрыли вопрос носительного русского языка. Все вот эти основания, которые были, они должны исчезнуть из закона. Решение МВД по носительному русскому языку уйдет в прошлое, и на это больше не стоит обращать внимание. Также обращаю внимание, что появится основание ВНЖ по профессии. Один год по списку профессий Минтруда от 15 декабря. Сейчас многие думали про полгода, но теперь будет один год по справке 6 СЗИ. Список профессий от 15 декабря Минтруда. Подаем на вид на жительство. Вид на жительство будет привязан к вашему договору. Пока работаете, он есть. Между увольнениями не должно пройти более 30 дней, чтобы ваш вид на жительство не был аннулирован. Что будет с гражданством по профессии, пока неизвестно. Напомню, что пока сейчас на вид на жительство по профессии подать нельзя, так как нет привязки к закону гражданства. И у нас также рассматривается блок законов по РВП по браку, чтобы он был два года. И вид на жительство вне брака по детям. То есть дети вне брака. Здесь нужно будет подтверждать судебными решениями. Потому что на текущий момент по разным регионам достаточно проблематично оформить данное основание. Значит, если у вас не принимают документы на гражданство, вид на жительство РВП, обращение через сайт МВД, значит, это, в принципе, достаточно действенный способ, чтобы получить информацию. Обращаю внимание, что в ближайшие недели должен быть рассмотрен закон о высылке из Российской Федерации. Соответственно, передача в части полномочия, ну, фактически всех полномочий по процедуре административного контроля в руки МВД. И МВД сможет выдворять наравне с судами. Это тоже очень важный нюанс. Кроме того, у нас по фактически появится соглашение, значит, о въезде критерий, скажем, определенный, который нужно будет исполнять. И есть еще разные инициативы, которые связаны с контролем иностранных граждан трудовых мигрантов. Там запрет, например, привозить семью, целевой набор. Дети мигрантов, соответственно, должны будут при поступлении в школу подтверждать знание языка. Об этом уже говорят нам разные, соответственно, инициативные группы и госорганы. И также, опять же, ужесточение наказаний. Появится 20 видов новых административных выдворений в сфере общественной безопасности, общественного порядка. Ряд этих статей будет безальтернативным. То есть только выдворение. Соответственно, так как это будет по суду, если это будет по суду-постановлению или, значит, в рамках МВД, то здесь нужно будет решать вопросы со сроками подачи, если есть основания для оспаривания. Если это судебное постановление, 10 суток. Вот, в принципе, в целом такой блок вопросов.